Субтитры сделал DimaTorzok Парахло собирал, какие-то мелкие детальки, запчасти Купил газ, ездил Хотя не купил ничего Связанное с С Амилским Хотя бы ключи какие-то есть Ну вот в общем такая вот Вот он весь Вот такой Вот здесь разработал Переднюю Передняя сумка Вот Передняя сумка Здесь приходится даже брать Вот такой качевый Блин опять кого-то просить Опять где-то ездить, брать Надо потом купить его будет недорого 250 рублей куплю Но пока вот такой Вот Вот такой вот вид сзади Барахла полно Насобирал Розачок полный Вот в общем такие дела Уезжаем Мы в Самару Сегодня позвонил Сестренке Предупредил ее, что Приеду на этой Кступовине Ала Берса, что Расстояние Займет у меня Два дня По 230 км в день Но я Не уверен Возможно будет три дня То есть две ночи Два дня пути И пол дня еще Уже подъезд к Самаре Что из этого выйдет Не знаю Посмотрим Ну вот так вот Я Наконец-то Стою на дороге Уже выехал из Уфы И сейчас осталось только одно Двигаться вперед Проезжающие машины Смотрят на меня Как на дурака Скажут Придурок полный Ну да ладно Все будет Думаю Слава Богу Главное, чтобы велосипед не подвел И не сбили на дороге Сегодня, ребята 12 сентября Время 9 часов 0,9 минут 32 километра Отъехала Туфы Там моя тень Одной рукой Управлять тяжело Ладно Все, едем Здесь Сейчас будет Небольшая Небольшой такой Юбилейчик Отмечать Опа 300 300 километров Сначала обнуление Вот она Вот они 300 километров Где прошли Фух Красота Дорога Мои ноги И тому подобное Фух Сейчас 10 часов Настроение бодренькое Ощущение Когда слез с велосипеда Ноги как будто Тонну весит Чугунные Они такие тяжелые Чувствуется Земное притяжение Настроение бодренькое Хорошо Получается я 50 километров 6.42 Выехал 6.45 Там 6.42 Дома был Выехал Получается я 6.42 Минут Времени До 10 часов 50 километров В принципе Так Ритм хороший Дорога более-менее Плавная Здесь Не знаю как будет дальше Вон он мой красавец Плава Версаж Чтоб ты вытянул всю дорогу Загрузка Рюкзак Отличная стоечка Чтобы он не толкал В разные стороны Спереди тоже сумка Здесь подсумка Ну вот здесь Кошельки И так далее Рюкзак Воду Вода вот здесь вмещается То есть Полтора литра С этой стороны Полтора литра С другой Здесь У меня Палатки у меня не было Взял тент Такой полиэтиленовый тент Коврик А здесь вот Для камеры места Если на Чешминском На Чешминской стелле Был изображен Башкир с башкиркой Были изображены Вот здесь мы видим Ооо Ничего не видим пока Ооо Тут одна башкирка Солотая Она Такая Какая-то вообще даже А тут говорят Счастливые дороги Ну что Если пожелали На счастливой дороге Значит дорога Будет счастливой Фух Обнулилась Почему-то обнулилась Было На трехсотах Десяти километрах Обнулилась Вот Сейчас все заново пошло Ну Вот с той остановки Плюс-минус Я вот считаю Что на той остановке Было Пятьдесят километров И вот сейчас Пятьдесят Значит Еще Пятьдесят три Километра Проехал я Ну отсюда будем считать Вот если отсюда Я сейчас сдам Еще двести То это будет За сегодня То это будет Просто супер Фух Вперед Значит на Сто четырнадцать километре Проехал Сто четырнадцать километров В пятнадцать часов Десять минут Там пятнадцать минут Плюс-минус Пятнадцать пятнадцать По-моему Сел обедать На обочине Не доезжая Место это Не доезжая К Андракуля Ну Приготовил кашу Вот она Семь злаков Сейчас посмотрим Что у нас тут получилось Думаю что нормально Должна быть Вот Каша Чай Вот на газовой горелке Будем трапезничать В принципе Утомление есть Такое Небольшое утомление Есть Ну я думаю Ну я думаю сейчас Поперекусить И хорошенько отдохнуть Часочек Выспаться Полежать Поддохнуть По идее Полдня Норму Ну Полдня Я сделал А Лаберса Если еще За полдня Я смогу проехать Еще сто Там Что 110 километров Стоим 15 Это будет Супер просто Ну все Отдыхаем Ветряки Вот стоят Это уже Туймазинский район Вид прикольный Даже попытаемся Здесь Большой спуск Был Огромный Подъем Сейчас Большой спуск Очень вид Красиво Открывается Вообще Дорога по Башкири Идущая Но вот здесь Она еще М5 Она не совсем Уже хорошая То есть это 69 километров Там точно написано Самый последний Поворот на Уфу Если хочешь Свернуть трассу Развернуться назад Вот Там идет Четырехполосное движение Две в одну Две в другую сторону И с разделением То есть очень здорово Ехать Гладкий асфальт Причем Причем на спусках Разгоняешься Практически До 42 До 43 километров И Удерживаешь велосипед Нормально В нормальном положении Здесь же опасно спускаться Начинается Выбояный асфальт Ямки Которые На скорости Могут просто Ну если не убить То блин Покалечить Точно Самого велосипедиста Но А виды Которые открываются Здесь по трассе Очень красиво Здесь очень красиво Башкирия Ухоженно так Ну Такое вот состояние Какое тут В душе Я говорю Я рад за свою республику Что я здесь живу Что я по ней Сейчас еду Обалденно Красиво Вот можете Насладиться Таким пейзажем Вот он Но дорога не ахти Дорога не ахти 17.39 Стюбки льды Проехали Проезжали Слева Запах такой вот Как у бабушки В огороде Так знаете Когда осенью Собирают Остатки Сухой травы Высушивают ее До конца Ибо там жгут Уборка огородов Вот что-то такое Что-то такое Ностальгия такая По Огороду По бабушке Вот что-то такое Вспомнилось Значит 17.40 Я проехал Получается 125 километров На 17.40 Ну в принципе Иду ровно Так как отдыхал Практически 2 часа Это нормально Буду идти пока До 9 часов Пока не стемнеет Ой запах такой Запах костров С огородов Ой обалденный Ах Еще машины бы еще не дымили Классно Вот она красота какая В Ашкирии Родина Ну вот Появились кондры На горизонте Которых я так долго ждал Вправо километр И там будут кондры Озеро Кондрыкуль Чуть дальше Но будем ехать Впереди Вон дождь походу Блин Колбасик Не знаю что делать Вон у меня Славное озеро Кондрыкуль Там тут камень воткнут Убился что ли Вот оно Озеро Кондрыкуль Бескрайне красивое Ну не бескрайне конечно Оно такое Но все равно красивое Вот дождик пошел Блин Дождь вообще капитально Буча колбасит Аааа Ну че Надо вставать в знак Будем сейчас переодеваться В боевую раскраску Вот в общем то и все Башкирия заканчивается Начинается граница Татарстана Замечательный город Октябрьский Замечательный человек Василий Который мне помог В моем ремонте Моего рейнболта На рынке Этого города Слава богу все сделал Но после удара Об асфальт Рука болит очень сильно И даже держа камеру Чувствуется боль Ну что ж Вперед в Татаре Денек сегодня выдался Замечательный В плане того что я Больше Больше времени Таскал свой велосипед Разбил руку Ударил колено Но в завершении этого дня Еще есть один Вот такой Замечательный подъем Он находится рядом С деревней Александровка Что находится В республике Татарстан И имеет название Александровский подъем Как говорили мужики Водилы Они говорят Это подъем Самый зверский Он очень затяжной И длинный Ну посмотрим Ну дальше после него Дальше после него Идет Свобода Прямая дорога До Самары Это последние горы Которые Не как мне сказали Я еще Я увижу Ой блин Сегодня проехал Вообще очень мало Километров Там ну блин От силы Там 30 километров Да То что до Оренбурга И потом то что я Сейчас от Оренбурга говорю От Октябрьского До Октябрьского И после Октябрьского Вот А сейчас Сейчас единственное что Ну хотя бы Километров 30 еще дать Ну чтобы хоть Какое-то сопоставление было Ну за 200 выйти Это то что должен был Я пройти в прошлом В прошлый день Но к сожалению Вот так Дорога вносит Свои коррективы Оренбургская область Впереди Утро 14 числа Вот она родная Оренбургская Дальше еще правда Ждет Самарская Вот она Поехали Машина тут Итак Третий день Моего приключения Проехал Башкирию Въехал в Татарстан Проехал Оренбургскую область И теперь впереди Граница Это Самарская область Вот она красавица Самарская область Въезжаю Раз Два Три Вот она Ну вот так вот Итог моего путешествия Это Город Самара До Самары 29 Километров Осталось Еще немного Скорость у меня сейчас Небольшая 16 км в час Иду спокойненько Не надрываясь Вот наконец-то я И на Волге Доехал до Самары На своем рентболте Слава Богу Это было вчера Я ничего не снимал Был очень сильно уставший Пришел, что Помыл свой велосипед Помыл Постирался И у сестры Там тетка меня встретила Тетя Нина И у сестры Заночевал Сегодня с Володей Мы пошли купаться Это меня просто Я не мог Не пойти на Волгу Не искупнуться Приехать в Самару Быть рядом с Волгой Не окунуться Это просто кочурственность Чтобы выйти на Волгой